Вот это моя игровая зона. Я люблю тут куколкам готовить всякую еду, салатики. Юный поваренок приглашает всех в свой мини-ресторан. Первый клиент – кукла Настя. Алия Манеева готовит ей полезную кашу. Свои игрушки она видит порой реже, чем медицинские инструменты. Девочка родилась с редким диагнозом – нейрофиброматоз. Это заболевание приводит к образованию опухолей по всему телу. До двух лет это был обычный ребенок. Единственное, это было, конечно, при рождении. У нас по факту было на ручке пятнышко и на грудной клетке. Это лимфогемангиом оставили они нам. Но это все решаемо было. Говорили, в определенном возрасте вы сделаете лазеротерапию. Это все косметика. Даже не задумывайтесь. Задумались родители, когда у двухлетней малышки появился сколиоз. Первые анализы, обследования показали – всему виной те самые пятна на коже. Свои семь девочка перенесла восемь операций, но опухоль все равно растет. В этот раз врачи не рискуют, ведь новообразование появилось в опасной близости от аорты. Проведение радикальной хирургической операции в данном случае невозможно. И консилиумом врачей города Москвы было принято решение назначить терапамонсиролимус по жизненным показаниям на длительное время, так как этот препарат может приостановить прогрессирование ее заболевания. Вот она, заветная коробка лекарств, от которой зависит жизнь девочки. Годовой запас препарата стоит 440 тысяч рублей. Они не сделают олью полностью здоровой, но дадут шанс приостановить рост новообразований. В этом году она попрощалась с детским садом и хочет жить дальше, несмотря на то, что так часто бывает больно. Отчего-то у ребят слезы на глазах блестят. Как же грустно расставаться. До свидания, детский сад. Сейчас семье Манеевых очень нужна наша поддержка. Помочь можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайте нашей телерадиокомпании или Росфонда. Альбина Валеева, Марсель Джураев, Новости НТР.